С 2021 года в Мурманской областной больнице проводят операции по эндовенозной лазерной коагуляции. Суть процесса в том, чтобы удалить варикозную вену из ноги при минимальном хирургическом вмешательстве. О подробностях процедуры в материале Георгия Салиева. Варикозное расширение вен – недуг довольно распространенный. По статистике им поражено в той или иной степени около 30% всех россиян. Заболевание гораздо опаснее, чем кажется. В больной вене с легкостью может образоваться тромб. Попав в кровоток, он может закупорить, к примеру, артерию в мозгу и спровоцировать ее разрыв, который для пациента окажется фатальным. Современные технологии позволяют удалять больные вены посредством нескольких проколов, в которых заводится зонд, заваривающий пораженный сосуд. Операцию выполняют под местной анестезией на базе дневного стационара. Пациент находится на операционном столе под контролем ультразвуковой диагностики, а пациенту через прокол вводится вот такой световод, лазерный световод, который располагается на протяжении пораженной вены. Затем, опять же, под УЗИ-контролем, после уколчиков местной анестезии, пациенту выполняется непосредственно эндовенозная лазерная коагуляция, то есть, по-простому говоря, запаивание данной вены. Вена заваривается, световод извлекается. Мурманчане уже успели оценить передовую методику. До февраля этого года Тамара мучилась от болей в ноге. Однако хирурги областной больницы помогли ей избавиться от проблемной вены. Как отметила женщина, после операции у нее даже не было отеков. После операции, ну, тоже такие, конечно, неприятные ощущения, как после любого медицинского вмешательства. Ну, все тоже достаточно терпимо, комфортно. Тоже в палате под наблюдением часа два-три, наверное, побыла. И все. Доктор посмотрел, домой ушла. На следующий день на перевязку. Ну, и буквально, наверное, может быть, дня через три-четыре уже вышла на работу. Сейчас Тамара планирует прооперировать и вторую ногу. По ее словам, конечности дой после операции принадлежат как будто бы разным людям. Настолько улучшается состояние после процедуры. Услуга по эндовенозной лазерной коагуляции назначается после консультации с врачом и проводится в рамках ОМС. Продолжение следует... Продолжение следует...